Возлюбленный, повернись к соседу и скажи, Господь не перестает делать для тебя чудо. Садитесь в присутствие Божьем. Слава Иисусу за этот великолепный день, который сегодня у нас есть. И вчера у нас было великолепное служение. Сегодня мы продолжаем это служение и знаем, что Божье присутствие здесь будет. На самом деле, как мы получаем что-либо? А откровение приходит с небес, а откровение приходит от Слова Божьего. То есть без Слова Божьего невозможно наполняться откровением. И потому что очень интересно, что есть человек, который скажет, что я что-то пережил. Да, возможно, что-то происходит так. Но на самом деле, через откровение приходит с небес, через Слово Божье входят наши сердца. Через Слово Божье. И Слово Божье говорит, что все через него было, и без него ничего не было. Что было через него было? Слава Иисусу Христу! Я хочу сказать вам с этого места. Матвея, 17 глава, 18-19 места. И запретил ему тотчас... Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли снать его. Это говорилось о демонах, я хочу вам сказать, что и один человек, который был одолеваем бесами, был в плохом состоянии, и он был мучен бесами, еще ученики его мучили, то есть они приказывали, но бес не выходил. Мы понимали, что он измученный человек был. И тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли снать его. Иисус сказал им, по неверию вашему, истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерней и скажете горе всей, перейди отсюда туда, и она приедет, и ничего не будет невозможного для вас. Очень интересное место, когда Господь говорит, даю вам власть своему ученикам, он говорит. Он говорит, если вы скажете горе этой, перейди отсюда туда, и будете иметь веру, то я верю, что... Я знаю, что здесь никому Господь не дал этой веры, потому что, когда мы приходим и видим на нашу гору Аррат, мы с верой могли бы сказать, перейди сюда или туда. То есть человек дал нам веру для человеческих вещей. Слово говорит, если у тебя будет вера с горчичной зерною, и скажешь горе, перейди, она перейдет. Как одна женщина. Когда я был в Пятидесятничной церкви, она решила перенести эту гору, потому что гора закрывала свет ее, от солнца ее. Она верила, что солнце перейдет, то есть гора перейдет куда-либо. Она провозгласила и сказала, я верю, что эта гора перейдет. И она утром просыпается и видит, что видит она, что видит, что гора стоит на месте. И она говорит, я так и знал, что она не перейдет никуда. То есть что здесь мы видим? То есть вера не имеет сомнений вообще. Она не должна иметь сомнений. И она говорит, она не перешла. То есть здесь Иисус Христос говорит о неверии. И слово говорит, задача в том, не в вашей структуре, не в вашем виде, а проблема в неверии и даже не в воспитании твоем. Если когда не бывают чудеса, это не связано с твоим просвещением или же знаниями, или же с твоим воспитанием, не с твоим телом, а весь вопрос в неверии. То есть по-другому скажем, если твое чудо тебе нужно, чтобы ты имел чудо, и я на самом деле не знаю человека в Армении, кто не нуждается в чуде. Но у нас когда бывает чудо, мы еще хотим этого, потому что мы нуждаемся в этом. Итак, что значит чудо? То есть с тобой произойдет что-либо сверхъестественное, которое человек не может с тобой сделать. И мы в этом все нуждаемся. И поэтому мы подходим к людям и говорим, чтобы они молились за нас, чтобы они рукоположением молились. И когда они возлагают руку, мы ждем, что будет какое-либо чудо. Но я вам скажу следующее. То есть в прошлое воскресенье мы возлагали руку ко всем, кто подходил к нам и молились. И у нас есть еще время, чтобы возлагать руку на каждого и молиться. Час, два, в общем. Но я вам сказал, что новое слово придумал. Что у апостола Павла было новое... То есть он не возлагал руку, возложение рук, а возложение теней. То есть теня положения было. Потому что для меня было интересно. Были люди, какой-либо проповедник не пришел, они подходят к этому человеку, что он молился. С той же задачей тот же человек подходит. Если бы это было не рукоположение, а теня положения. Как бы вы искали тень этого человека? Я думаю, что тень, которая падала, это очень было хорошо, потому что мы уже бы не пошли сказать и попросить, да будет на мне твоя тень и так далее. Это было время силы. И вам я скажу следующее. На самом деле я вам не говорю, что не надо, чтобы возлагали руки и молились. Но каждый должен знать свою меру. Когда возложили на тебя руку и помолились, а потом ты... Что происходит? Ты идешь и ждешь, когда это произойдет. И если через неделю, через месяц ты просишь другого, чтобы за то же молился, то ломается то, что та вера, которую ты до этого получил. Это большой риск в этом. Я вам скажу, я 26 лет, как верующий, возлагали на меня руку до 20 раз и молились. Но 19-20 лет я ждал этого. Каждый раз я ждал этого. За что молились? Я здесь вижу неверие. Я знаю людей в нашей церкви. Не имеет значения, кто молится. Он подходит первым и говорит, возложи на меня руку. Иногда я сижу, подходит ко мне девушка, бабушка и говорит, она даже ничего не говорит, показывает, положи руку на мою голову просто. Это не библейское. Я возлагаю руку, чтобы не обидеть эту бабушку. Но я знаю, что там ничего не будет, потому что там нет веры. Потому что вера умеет ждать. Вера умеет ждать. Вера нуждается в том, что когда ты ждешь, вера это действие, без этого невозможно. И люди ждут. И люди ждут. Вот кто-нибудь возложит руки, и каждый подходит к разным рудям. А чего вы ждете после возложения рук, что пройдет электрический ток и скажет, о, я положил, я получил что-либо? После возложения рук ты можешь ничего не получить, но возложение рук открывает двери к чудесам Божьим. И после этого ты что должен сделать? Ты должен идти домой, где бы ты ни был, и ждать. Ты должен ждать просто этого. Я вам скажу, как я делаю в своей жизни. Когда кто-либо молился за меня, за какую-либо проблему, я после этого жду Бога, чтобы Он сделал. Я говорю, Господь, за меня молились. Я молюсь до того, пока не увижу это. Когда начну я это видеть, я знаю, что это произойдет уже. Вы знаете, много вещей я получил в своей жизни, но очень много вещей я жду еще, пока они произойдут. И невозможно, чтобы ты жил в христианской жизни, и ожидание у тебя прекратилось. Мы всегда ждем чего-либо. Мы ждем что-либо сверхъестественное присутствие Божьего, чтобы сотворилось в нашей жизни что-либо. Мы должны смириться и быть послужимы Слову Божьему, и держаться заповедей Божьей, и мы увидим, как Господь посетит нас. Так что, возлюбленные, когда за тебя молились, жди, ожидай. Псалом 39, первые и вторые слова. Твердо уповал я на Господа. Скажи, твердо уповал я на Господа. И на кого мы уповаем? В армянском переводе написано, ожидай, ожидал я Господа. Вы знаете, здесь приходил Бенин, и одна из наших сестер подошла и сказала, прошу тебя, пастор, скажи, чтобы он возложил руку на меня. Вы знаете, какой этот человек говорил? Этот человек, и я возлагал на нее руку. Нет, видимо, таких гостей в церкви, кто бы не возлагал на нее руку. Кто приходит, она говорит, пускай возложит на меня руку. Но задача у нее не прекратилась. Я говорю, сестра, но для тебя один брат, один из наших братьев, пастор наш, он говорил, он за тебя весь молился. Она говорит, да, но Бенин не молился за меня. Вы знаете, рука Бенин и рука одного из пасторов отличается тем, что Бенин живет в Соединенных Штатах, у него отпечатки другие, и тем, что этот пастор, наш пастор живет здесь, у него другие отпечатки. Задача в этом, все, разница в этом. И она вроде бы обиждилась на это. Я попросил Бенина, он возложил руку на эту девушку, на эту женщину. Она посетилась как бы от Бога, но задача осталась. Если мы спросим эту сестру, решилась ли проблема у тебя, нет. Каждый раз. Руслан Белосевич приходил сюда, и она опять попросила, пускай он возложит, пожалуйста, на меня руку. У этого человека, у этой сестры очень большая вера, потому что 7 лет ничего не произошло, она верит, что произойдет. Но как? Вы знаете, ожидание это совершенно другое. Когда ты возложишь руку, и ты ожидаешь чего-либо, вот он возложил руку, другой возложил что-либо, ты ждешь, чтобы человек что-либо сделал для тебя, что коснется в один из прекрасных дней. Возлюблены, один раз возложили на тебя руку, жди. Я был еще молодым, маленьким. Тогда интернета не было. И понимания вообще такого не было. И по телевидению тоже такие серые программы были. Нудные программы. У нас была программа, мой дедушка подчеркивал всю эту программу передачи, и мы понимали, что в неделю-два раза будет хорошая программа, и мы увидим. Но чем мы занимались? Наши все соседи собирались у нас проводить время и играли в лото. Я был маленький ребенок и не знал, что это за игра лото. Но одну вещь, которую я помню, на самом деле, что это впечатление осталось, что сидели, они бочки такие были, вынимались в мешочке, бочки, и они кричали. Какую-либо цифру говорили. И что я отсюда запомнил из меня? Вот это слово, когда они говорят, я ожидаю. Вот у меня в ухе это, в слухе у меня вот это сидит. Потом другой говорит, ожидаю. Потом третий, ожидаю, ожидаю, ожидаю. Третий, четвертый, пятый. Потом один из них говорит, я победил. И все ожидающие, и все они все смешивали свои карты, все. Если по примеру этого лото я приведу вам, если у тебя все идет, только останавливается, что ты должен ожидать просто, не надо каждый день вычеркивать, потом подчеркивать, чтобы ждать. Вы знаете, люди жизни проходят ожиданием, но пришло время хотя бы один раз победить. И ожидай Бога, и Господь дать тебе победу. Аллилуйя. На самом деле, это вера. В церкви это вера. Это не только происходит в нашей церкви, в любой церкви, где бы я ни был. После служения, у меня есть еще три часа, два или три часа служения. Когда я остаюсь, люди подходят, помолись, помолись, помолись. И те же самые люди. Я спрашивал у пасторов. В Москве я был, в других местах. Это эти люди, которые приходят, чтобы я за них молился. Они ко всем подходят, они говорят, да мы их наизусть знаем. Какой бы проповедник приходил, они говорят, помолись. Потому что не произойдет, возлюбленный мой. Потому что это не зависит от человека чудов. Чудо твоего зависит от Бога. Слава Иисусу Христу, аллилуйя. Мы не так, что мы не хотим, чтобы нужно были отвечены. Не надо в крайности подать, что не надо просто молиться и так далее. Не, молиться надо. И нужно просить, чтобы за тебя молились. Есть более того, чем возложение рук, когда просишь друга, чтобы стоял за тебя молитвой. Но лучше тебя за себя никто не будет молиться. Для тебя лучше всех ты будешь сам молиться. Когда ко мне подходят, время от времени, сейчас больше я говорю, я говорю, теперь вы молитесь за себя. Он говорит, а что я буду молиться? Ты за что пришел? Для сына своего пришел. Я говорю, давай молись, я буду с тобой в единении молиться. Все равно. Я так от всего сердца не буду молиться за твоего сына, чем ты. Конечно бы я хотел, чтобы так было, но все равно, с такой сердобольностью, подходом, с любовью, я не буду молиться за твоего сына, чем ты сам. Вы знаете, я сам проходил через многие трудности. Я знаю, что это. И когда я был в этих ситуациях, я сам понимал, что лучше меня за себя, за меня никто не будет молиться. Я когда говорю, молись за твоего сына, он говорит, о господи, помоги для моего сына. Я говорю, разве это молитва? Нету огня. И ты видишь, что человек не способен на молитву, не научен молитву. Мы всегда ждем, что они у нас что-либо сделают. Правительство сделает, и у нас будет еда. Кто-либо будет молиться, и у нас будет чудо. Кто-либо сделает для нас дорогу, мусор вымыть и так далее. Кто-либо, кто-либо, кто-либо. Нет, это кто-либо, это ты сам. Если ты сам не сделаешь, никто не сделает. Вы знаете, было время, когда в Армении вообще не было книг. В России было полно книг, и печатали, и так далее. Авторские книги были. А в один из прекрасных дней я сказал, господи, почему нет в Армении книги? Господь сказал мне, если вы сами не будете делать, никто за вас не сделает. И мы начали делать, и сейчас есть книги. И что здесь говорится? Ожидал я господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Посмотрите, он сказал, услышал вопль мой. Скажи, вопль мой. Не вопль другого, а твой вопль услышал он. Когда мы вопим к Богу и говорим, он говорит, вопль мой услышал. И потом начинается то, что ты, нужно тебе, нужно было. За что? Излег меня из страшного рва, из синистого болота и поставил на камни ноги мои. Утвердил стопы мои. Утвердил стопы мои. Аллилуйя. Это говорит Слово Божие. Псалом 17,7. В тесноте моей я призвал Господа. У кого есть теснота, подними руку свою. Ты скажешь сам, я в своей тесноте призвал Господа. И здесь написано, что Бенин призвал. Здесь написано, кто призвал. Скажи соседу, не ты, а я. Хватит уповать на другого. Надеяться на другого. Господь хочет, чтобы ты имел взаимоотношения с Ним, а не через кого-либо. Вы знаете, когда Иисус пришел в этот мир, знаете, что Он сделал? Он ходатайство, прекратил все ходатайские действия в церкви. Чтобы нам нужно было посредника найти какого-либо. Вы знаете, я уже 20, около 26, 25-26 есть, я пастором служу. Я столько пастор, что забыл, сколько лет я пастором уже служу. Вы знаете, очень многое, что я слышал, что очень отрицательное впечатление на меня производит. Когда приходят, бывают, да, моменты, когда стопор какой-то, да. И ты, я не знаю, что ответить 26 лет этим людям, потому что все, что ты не скажешь, они не принимают. Вы знаете, вы знаете, какой это вопрос? Это когда они приходят, это против Бога, или Библия говорит против этого всего? Это против вообще и в нашей церкви, и во всем духовном мире. И это, это, это соответствует нашим поколениям. Когда говорят, помолись, Бог твой голос слышит больше, быстрее. И когда ты стоишь и говорят, послушай, и твой голос, но он говорит, да, я знаю, но возложи руку, он твой голос более близок к Богу. Я устал, чтобы возлагать руку, чтобы не обижать просто. Потому что знаешь, что ничего не произойдет. Вы знаете, я хочу быть откровенным и справедливым перед Богом и сказать, я не буду за вас молиться. Когда Бог скажет, я буду молиться за вас. Вы знаете, когда я чувствую, что возлагаю руку и молюсь за человека, ну, бывают моменты. Потому что слово говорит, я в тесноте своей призвал Бога. Вы знаете, я призвал. Бог хочет, чтобы ты сам имел личное взаимоотношение с Богом. Я в тесноте моей призвал Бога. Призови к Богу. И возвал к Богу моему. И он услышал от чертога своего голоса, мой вопль мой дошел до слуха его. Аллилуйя. Вот так нужно нам вопить, вопль молиться, чтобы он дошел до Бога, до слуха Бога. Не просто так тявканье, прошу прощения. Ой, за меня не молились и так далее, и так далее. В Артемии помните? О, Иисус, сын Давидов, он вопил. В Артемии вопил. Наш голос должен призвать, да, Господа. Есть время благодати, конечно, и через благодать происходит. Но время от времени мы должны вопить к Богу. У нас должен быть вопль к Богу. Вы знаете, когда я в проблеме, как я молюсь и призываю Бога, как я воплю. Какой у меня вопль? Час, два часа, три часа, четыре часа. Бывает всю ночь до того, потом. И бывает место, когда я после четырех часов молитвы, и вдруг ты видишь, что стоишь на ногах и спишь. Потом просыпаешься опять, молишься. Потом и во сне молишься, и так далее, и так далее. И вдруг ба-бах, и получаешь. И ты начинаешь видеть те вещи. Вера происходит не больше этого. После этого ты не молишься. Меня спрашивают очень часто. Говорят о стороне этого дома, то есть здания. И говорили, сколько часов ты молился. Они думали, что мы молились вот так. И так далее. И вот все, и камни построились. Вы знаете, я вам скажу. Я во время строительства ни одной минуты не молился. Я молился до строительства Потому что ни у кого не было мысли Что мы будем иметь это здание Когда вам не утвердилось, я получил Я знал, все, это будет Мы закончили молитву И только после этого началось строительство Вообще-то молятся, потом начнут что-либо строить И мы берем это с верой Так что, возлюбленный, подними свой вопль к Богу И верь, что в прошлый раз Когда за тебя молились, и ты говоришь Господь, возложи на меня руку в твоей церкви И я просил Господь Я сейчас ожидаю Я сейчас ожидаю, потому что трудно А ожидание это самое трудное Если ты идешь опять, чтобы молились За то же самое делать, за тебя Ты разрушаешь свою веру Жди, и ты получишь свое чудо Очень быстро И до того, как я открою вам сегодняшнее слово Я вам скажу Есть еще одна вещь, которая Твое чудо удваивается и троится В четыре раза через твое свидетельство Слово говорит, что Они победили с воловым свидетельство Своего и не возлюбили души своей до смерти Вы знаете, в Армении какая у нас проблема Это пришло Это пришло Я от язычества, я не знаю, возможно Но это пришло Откуда это пришло Это не важно, как оно уйдет Люди боятся свидетельства Знаете почему? Потому что говорят Сглазит нас Вы знаете, люди так У них разум настолько окостенел Будучи верующими Что они видят такие глупые вещи А вот если я скажу Все, сглазит и не будет Вот будет хорошо Потом я скажу Послушай Ты свидетельствуй о малом И ты увидишь большое чудо Вы представляете Если Илья увидел маленькое облачко Облачко и сказал Нет, пускай будет большое облако Потом я буду говорить Нет, он увидел маленькое Очень маленькое облачко И он засвидетельствует Так что свидетельствуйте Дела Божьи в вашей жизни Это помогает вашему чуду В вашей жизни Аминь Сегодняшняя проповедь Название проповеди Хотя половина прошла Интересно, вчера Я Армену Лисионеву сказал Что я буду проповедовать эту тему Не забывай Господа Бога твоего То есть я буду проповедовать Верующим в церкви Сказать Не забывай Господа Бога твоего И это мало Что каждый воскресенье Проходит на церковное служение Но самое главное Очень важно Чтобы мы не забывали Бога Почему я так говорю? Когда Господь говорит Чтобы не забывали имя Его Это польза не только Не нам То есть это польза не Ему А нам Потому что имя Бога Это крепкая башня Слово говорит Куда праведник убегает В имя Господа Есть крепкая башня И он находит там спасение Иисус Христос называется Помазанный Спаситель И мы никогда не должны Забывать имя Господа Мы всегда должны Поклоняться Богу Вы знаете в чем задача Где проблема Очень часто мы Номинально помним Имя Господа Очень чаще Когда плохо В каких-то Трудных ситуациях Мы вспоминаем Имя Господа Господи Мы приходим в церковь Мы от тебя зависим Мы с тобой Но как только Приходят Вольготные То есть Легкие времена Мы просто начинаем Жить Заниматься чем-либо И забываем Бога Ты скажешь Он в моем сердце Я его не забываю Послушай Не только он должен быть В твоем сердце Слово Имя Господа Должно делать дела И чтобы все видели Что ты верующий Вы Спрашивали женщину Ваш сын Давно не приходит В церковь Но он в своем сердце Дома верит в Бога А нет Он ушел Отошел от Бога Очень далеко Почему они должны Поклоняться Богу Пока не придут Что трудные времена Драгоценные Возлюбленные Возможно у тебя Сейчас трудные времена У кого-то Хорошие дни Очень быстро Это все изменится У него будут Плохие дни У тебя очень Хорошие дни Так что жизнь Она Она Несправедлива Как хочешь Иногда ты будешь Между хорошим и плохим Но ты знаешь Когда ты В отличном состоянии Не только Жить этой Но на самом деле Нужно стоять С Богом Чтобы когда пришли Плохие дни Ты жил Спокойно и стоял в этом Чтобы плохое Не пришло в твою жизнь Слово говорит Не забывай Господа Бога От твоего Потому что Твой Бог Тебя защищает Вы знаете Сегодня Когда мы говорим Не забывай Имя Бога Мы говорим о делах Как Насколько мы делами Мы забываем Имя Бога Вы знаете Пример из моей жизни Когда было Очень трудное время И ты молишься 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 В трудные времена Проблемы Считай Слово Как только приходит Свобода Или хорошие времена Люди слабеют И ты начинаешь Себя принуждать И говорить Господи Я сегодня должен молиться И сейчас должен читать И молиться И мы начинаем делать то Что мы должны были делать вчера Возлюбленные Я хочу вам сказать Тайну о последних днях В последнем времени Вы знаете Люди думают Что последние дни будут Землетрясения Народ на народ Пойдет войною Это сейчас уже есть В последние времена Вы знаете Что будет Будет изобилие Изобилие хлеба Хлеба Будет настолько много И с колбасой Конечно Вы знаете Будет много пищи Цены упадут Будет время Когда ты возьмешь пищу Как может она Быть такой дешевой Эта пища Вы знаете Чем будут заняты Люди Они будут заняты Пищей Есть они будут Они будут смотреть Есть Когда смотрят кино Когда Водят машину Гуляют Когда лежат дома Они будут есть Всегда будут есть Они оставят пост А Сытый человек Когда все время Живет Он не думает Ничего о духовном Я одну вещь виден Что в нищете Поклоняясь Богу Очень легко Славить Бога И насколько Насколько трудно Славить Бога В богатстве Давайте посмотрим Пример возьмем Такой Или опыт сделаем Конечно же У нас нет На самом деле Такого возможно Например Возьмем Ведору верующего человека И отдадим ему Дом на Северном проспекте Хорошую квартиру Обставленную Трехметровый телевизор Там дома внизу Мерседес У него в гараже В паркинге И Еще 2 миллиона драм Ему дадим На карманный То есть Где-то 5 тысяч долларов На маленькие Такие нужды Разотраты Чтобы он тратил И вопрос Сколько часов Он будет молиться Он настолько будет занят Здесь его ждут В этом кафе В другом Там нужно Немного поболтать Тут там Благословены Те люди У которых Это все есть И они молятся Я бы желал Чтобы в церкви Знаете как Чтобы церковь Видел я Благословенную Церковь Богатство И вместе с этим Готовая церковь Которая готова К последним временям И никакая Пища не остановит Его И он будет Молящимся Верующим Знаете Оружие В последнее время Это оружие Сатана Позволит Чтобы были Люди Здоровые И беззаботные И чтобы забыли Бога И чтобы Насколько бы ты не был Богатый И сколько бы у тебя Была пища Не забывай имя его В Еремии написано Написано Что беззаботно было И пищи много было Это о Содоме и Гаморе Было написано Вот где тайна Не забывай имя Господа Бога твоего Второзаконие Второзаконие 8-10 И когда будешь Есть и насыщаться Вы знаете Я это место Очень люблю Как вы думаете Вы думаете Человека знает Бог знает человека Вы знаете Почему он не говорит Когда ты будешь Гулять и устанешь Когда будешь Спать и проснешься Почему Бог не говорит Бог так хорошо Знает человека И он говорит Когда будешь Есть и насыщаться Вот задача Не в том Не тогда проблема Я говорил со своим зятем и дочкой, я насытился, я сказал, как хорошо было 15 минут назад, я был голоден, у меня была программа, цель, у меня было введение, чтобы я должен был достичь, сейчас у меня больше нет этого. И вот здесь говорится об этом. Здесь говорится, и когда будешь есть и насыщаться, строить дома, я сейчас прочитаю это место. Вот именно здесь говорится, не забывай имя Господа Бога твоего. Здесь нигде не написано, чтобы ты не в щите, когда будешь нуждаться во хлебе, семейные проблемы и так далее, и так далее. Чтобы ты... Не написано, вот тогда не забывай имя Господа Бога твоего. Потому что он знает, Господь, что мы будем призвать в это время имя Его. Вот когда не забывай имя Господа Бога твоего, вот именно здесь. Вы знаете, в нашей церкви много молодежи, есть люди, которые, когда приходят трудности или что-либо, когда после молитвы приходит освобождение чего-либо, и вдруг ты видишь, их нету, они живут в миру вроде бы. Ты спрашиваешь, как ты? А он говорит, ну хорошо, я в сердце своем верю Богу. Вы знаете, вообще-то Богу верят не в сердце. Возлюбленные женщины, кто бы хотел, чтобы мужья их любили только сердцем? Ум и тело было бы в другом месте, никто бы не захотел, правильно? И кто бы хотел, чтобы его муж любил ее только через тело, а сердце и мысль были в другом месте? Вы послушайте, Бога нужно любить духом, душой и телом. И здесь написано, люби с сущностью своего Господа, не только, только сердцем. А где дела твои? Где дела твои? Посмотри на свои дела. Один молодой человек проходил как-то раз рядом и сказал, приветствует меня, и он сигарета во рту. А он потом забросил сигареты в кармане, и сказал, послушай, пожар у тебя будет. Давай, если куришь, курит, ты будешь курить, а я буду говорить с тобой. Он говорит, не, пастор, я не могу перед тобой курить. Я сказал ему, а перед Богом, каждую секунду он тебя видит. Я сказал, ты забыл Бога. Он сказал, нет, я верю в Бога. Сатана тоже верует. Задача, знаете, в чем? Он не хочет меняться. Потому что Иисус сказал, бесы тоже веруют, но они не хотят меняться. Видишь, в объятиях пяти женщин верят Богу. Чему он верит? Что шесть будет этих девушек? Какая она, эта вера? В чем она проявляется? Знаете, в чем вера? Что, когда оборачивается, поворачивается от этой жизни и идет и говорит, я буду Господь за тобой. Вот это и значит не забывать Бога. И послушайте внимательно здесь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю. Посмотрите, Господь приведет тебя в добрую землю. Скажи добрую землю. По слову Божьему, невозможно, что ты не дойдешь до доброй земли. Но Господь в пустыне готовит нас для того, что мы будем делать в доброй земле. Аллилуйя. И вы знаете, что ты оказываешься в доброй земле. И кто в своей жизни проходит пустыню экономическую и так далее, и так далее. И что говорит Бог? Когда придешь в добрую землю? Ты сто процентов придешь в эту добрую землю, где мед и молоко текут. Где есть богатство, где есть все. Потому что слово говорит, когда придешь в эту землю. В первое воскресенье я говорил, что Бог не лицеприятен. Если Исраил пришел в благую землю, и ты придешь в добрую землю. Послушай, возможно, а это говорится о небе? Нет, на небе ты не забудешь Бога, потому что там нету сатаны. И когда насыщешься, тогда благословяй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл. Берегись, где? Вот в этой хорошей земле мы делаем, чтобы мы были внимательны. Когда у меня хорошее состояние. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, чтобы не соблюдать заповеди Его и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого сказа, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Много будет и много, и много-много. Вы знаете, проблема не в том, что это будет много, а задав, что в 17 стихе мы читаем. «И чтобы ты не сказал в сердце твое, моя сила и крепость руки мои приобрели мне богатство мое». То есть, что я заработал своей рукой. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который он клялся, утвердил отцам твоим». Значит, что выходит, что какие бы таланты ни были у человека, если какой-либо человек через свои таланты он показывает, это от Бога. И чтобы он не говорил, это я сделал. Я вам скажу одно слово сегодня. Все трудности родителей – это есть благословение детей. То, что я обещал, говорит Бог. Я сам, на самом деле, был первым поколением в нашей семье верующих, то есть поколением верующих. Потому что в нашей семье верующие – это слово было очень далеко у нас. Вначале покаялся мой брат, потом я, потом весь наш дом. Но мы не были верующими. Один раз с Багратом мы в Соединенных Штатах, в одной церкви мы служили, после этого пригласили на обед нас, на ужин. И потом я задал один вопрос, и они удивленно посмотрели на меня. Я сказал, вы мне скажете, как вы покаялись? Расскажите. И все удивленно посмотрели на меня. И сказали, как мы родились покаявшимися уже. Как это я сказал? Как вы покаявшимися родились? Для меня это было страной. И один начал говорить, мой отец был верующим, мать была верующая, бабушка была верующая, дедушка был пастором. Бабушка служила, и до четвертого поколения они дошли. Я даже еще в утробе моей матери, я поклонялся Богу. Я говорю, как? Потому что моя мама, ее со сцены взяли и повезли в роддом. На последние секунды она прославляла, славила Бога на сцене в церкви. Один брат говорит, моя мать, она очень часто, она хорошо держала посты. И она, когда была беременна, она, я в утробе уже был натренирован на посты. И все начали рассказывать, как в утробе матери, кем они были. Я вот сидел так. Только я и Баграт был в плохом состоянии по сравнению с ними, среди них. Потому что оба могли бы рассказать, в какой день мы покаялись, как опокаялись и кого привели к Богу. И этот пастор сказал, там пастор, он сказал, вы делаете то дело, которое делали наши деды, делали для нас за несколько поколений до этого. Возможно, для тебя, возлюбление для тебя трудно, ты молишь, что тебе трудно. Но после тебя твое поколение будет все равно благословлено. Как хочешь, думай, оно будет благословлено. Они будут и богаты, благословлены. У них все будет получаться, мысль у них будет развитая, у них все получится. Вы знаете, когда учители для тебя, твоего ребенка говорят, о, какой он умный, это и есть благословение. Но ребенку своему говорят, этот ум, который у тебя, это от Бога, это не от тебя. Твои дети будут благословлены. Но вы знаете, что интересно, что эти дети, они берут благословение отца и говорят, это же мы такие же умные. Мы вот такие талантливые. Это мы всего достигли. Нет, дорогой, мы должны рассказывать, чтобы не забывали имя Господа, чтобы помнили имя Бога. Трудности отцов, скорби отцов. Вы знаете, кто-либо в скорби, сей другой в радости пожинает. Вот та вера. Здесь есть поколение, из нашего поколения очень многих, и еще я знаю вас не по рассказам, я знаю все ваши скорби, через которые вы пришли. Ваша жертвенность, когда вы приходите в церковь, молитвах и так далее. Вы знаете, следующее поколение будет пожинать. Но пускай они знают, что это Бог делает для них. Хочу спросить. Исаак, Абрам, он создавал веру. Что сделал Исаак? Ничего. Вы знаете, он что? Он рыл колодцы. Он лопатой, вонзал лопату в пустыне, и все, и там колодец. Возможно, он мог бы сказать, знаете, я другой, я хороший. Мой отец просто, не знаю, сколько миль прошел, чтобы колодец вырыть, а нет, я просто так. Нет, он говорил, нет, это от Бога. Яков. Что он делал, Яков? С кем бы... У него рождались разные овцы. Он хотел белых-белых, черных-черных, полосатых-полосатых. Вот он все у Лавана взял у него, просто. Лаван сам сказал, ты знаешь, вот пускай эти цвета будут твоими. И начались рождаться вот такие вот цвета овцы. Я знаю, какие он получил откровения. Он точил какие-то там воды, клал какие-то там, я не знаю, прутья у воды. Я спрашивал у Чебанова, я говорил, возможно ли такое? Они говорят, мы не знаем ничего подобного, чтобы рождались ягненок черный, белый, да, темный. И он как бы говорил, он получил откровение и говорил, пускай будет белый ягненок или же темного цвета. Нет, он верил во все это. Вы знаете, сколько раз было, сколько возложений было у Исаака на Якова. Он каждый день приходил, говорит, возложи руку на меня. Сколько рал Исаак был возложен? Сколько раз возлагали на Якова? А сколько лет он ждал? Когда Арсен говорит 20, это точно, это я могу сказать 20, то есть это приблизительно. Значит, 20 лет он ждал, 20 лет он ждал. 20 лет. Один раз было возложение руки, 20 лет ждал. Вот это и есть, ожидаю, ожидаю Бога на Его, уповаю на Него. А что делал Соломон? Ничего. Ему повезло, что он родился просто. Отец для него собрал все богатство, богатство для храма. Он ничего, никаких усилий не прилагал, он построил храм и так далее, и так далее. И вы знаете, и там война была, кто будет царем. Он там сидел, играл своими игрушками, возможно, или игрушками, я не знаю, конями и шагами, чем-либо другим. Мама пришла и сказала Давиду, и сказала, ты сказал, Давид, что мой сын будет царем. Сказал, нет проблем, благословили его на царство, и все. После этого, вы знаете, он просил лес Ливана, из Ливанских леса, он говорил, о, царю Ливанскому, да будет твой мир, потому что ты имел хорошие отношения с моим отцом, потому что у тебя были хорошие взаимоотношения с моим отцом. Он посылал лес, из-за твоего отца я посылаю тебе вот этот лес, золото и так далее. Вы знаете, в чем была задача Соломона, проблема? Что он забыл своего бога? Он начал поклоняться другим, чужим богам, идолам. Того бога он забыл, который благословил, его послал в это самое место с таким богатством. Он забыл это. Драгоценный мой, возлюбленный мой, никогда не забывай этого. Если некоторое место, второе законе 26.13. В этот день скажи... Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святую, не отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедовал мне. Я не приступил к заповедям твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделал ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повинался глазу Господа Бога моего, исполнив все, что ты заповедовал. Вы знаете, мы имеем право что-либо требовать от Бога. И здесь сказано... Прези от святого жилища твоего с небес и благослови народ твоего Израиля. Я из раз отчитал, он говорит, я вот такие-то дела делал, я сделал по слову твоему, прошу тебя, благослови. Когда Руслан Белосевич говорил, здесь проповедовал, сказал, у меня здесь юридическое право показать могут, потребовать. Я говорю, если у кого-то получится, у меня тоже получится. Я сегодня могу молиться и сказать, насколько я верующий, сколько лет я молюсь, я никогда не был, чтобы я касался каким-либо боком десятины. В нашем доме это закон. К чему мы к десяти не прикасаться? Написано, а можно, чтобы мы на десятину отдали на благотворительность, за свой счет делай благотворительность, а не за счет Бога. Мы хотим все за счет Бога делать. Что говорит? Я в своих молитвах, когда мне нужно было чудо, я оказался в плохом, трудном, затруднительном состоянии, положении. Одна сестра мне сказала, она сказала, вы оптимист, вы проповедуете, вы оптимист. Она сказала, у вас бывают трудности? Месяц назад сказала, не дай Бог, чтобы кто-либо прошел те трудности, через те трудности, через которые я прошел. Те гонения, скорби и трудности, через которые я прошел. Вы знаете, когда я был в трудности, знаете, что я сказал Богу? Я встал перед Богом и сказал, Господь мой, я действительно святой от своего жилища отделил. Мой дом не касался святого. Я через святое. То, что принадлежит тебе, Господь мой, я никогда не употребовал на другое. Я был в молитвах, по жертвованиях я участвовал, по жертвованиях тебе. Во всех делах церкви участвовал, проповедовал, свидетельствовал Бога, людям. И поэтому ты сейчас благослови мой дом. Благословишь мой дом. Теперь вопрос. Почему Бог хочет, чтобы мы свои дела говорили Ему? Вообще ты думал над этим? Я очень много думал об этом. Когда я читал, говорят, что дела говорили, говорили, говорили. Почему Бог хочет, чтобы мы говорили Ему о своих делах? Значит, почему? Для того, чтобы ты почувствовал, ты от своего сердца сделал, или же просто так получилось у тебя, нечаянно. Когда ты скажешь это, если даже нечаянно сделал, это будет от сердца, перерастет в это. Ты скажешь, Господи, я это сделал. Не так, что когда проходит вот это, собирают пожертвования, и за стыда кинул просто эти деньги, чтобы не подумали. Нет. Чтобы ты сказал, да, Господь мой, я был соучастником этого, я от своего сердца сделал, я это сделал. Вы знаете, почему это я говорю? Я говорю Богу. Я, Господь, я отделился от греха. Я не грешу. Были времена, когда мне предлагали разные вещи. Просто сделки. Я не делал этого. Большие финансы предлагали, чтобы я вошел в эти бизнесы. Я держал слово твое, пастырское служение. Я ни к какой стране уехал. Было время, когда меня приглашали в Соединенных Штатов, чтобы давали многое в Европе, чтобы я оставался там. Я говорю, Господь, я не ходил туда. Я оставался в пастырском служении, верно. Я оставался в этой церкви. Я давал десятину пожертвований. Я служил в церкви. Я был рядом с людьми. Я сидел в гостях, в больницах. Я был на похоронах. И прошу, Господь мой, по этой причине благослови меня и мой дом. И вдруг я, знаете, что чувствую? Бабам! И приходит. Благословлю тебя. Ты будешь благословен? Вот это, чтобы ты не забывал имя Господа Бога твоего. Мы можем потребовать другое что-либо. Мы можем сказать, Господь, мы сделали это? Мы можем потребовать наших благословений. И Бог не обидится на нас. Псалом 118, 176. Я заблудился, как овца потерянная. Возможно, это слово относится к тебе. Взвыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл. Вы знаете, что заблудшая овца означает? Потерянная овца. Я один раз находился в Средней Азии в пустыне. Тогда у нас, мы там газопровод проводили, мы тогда там были. И в пустыне, в пустыне работали там. И мы тоже были, работали. Я был молод, 18-19 лет я сам. 17-18 лет мне было приблизительно, я работал там. И начиная с 4 утра до 8 утра мы работали, потому что началась жара, и мы не могли работать. Я был там, работал. И один раз я вижу, одно животное подходит ко мне. Вы знаете, пустынечные, это сайгаки, они пустынные животные. Они очень быстро бегут, им все равно это жара. Я думал, что это, видимо, заблудшее животное. Я увидел заблудшую овцу, вы знаете. Я видел, они подходили ко мне, вот эта овца подходила. Они отстали от стада. И очень часто мы попадаем в это состояние. Когда я увидел этих овец, я взял их, конечно, наши армяне потом их приготовили, мы съели их. Мы всех едим. Вы знаете, на самом деле, вы знаете, значит, в Европе мы с армянами были. В первый раз я был с европейцами, и во многих странах оленей и кроликов, они живут в мире с людьми. И вдруг олень пробежал рядом, кролик, и они говорят, европейцы, как красиво. А наши все говорят, было бы оружие, я бы подстрелил его. Я понял, для каждого, для одного, возможно, красиво, для нас очень вкусно. Нормально, оба тоже нормально. Гор, на самом деле, охотник. Итак, мы сели этих овец, но я получил урок, что в нашей жизни иногда мы бываем вот такие же овцы, как эти овцы. Светит солнце, пустыня, мы ничего не видим, и сворачиваем с пути. Но здесь мы можем потребовать, Господь, я заповеди Твои сохранил, греха не делал. Выведи меня из этого состояния, потерянного состояния. И Господь потерянную свою овцу найдет, если ты сможешь это сказать своему Богу. Аминь. Заблудшую овцу он найдет. Ты сейчас получаешь что-либо сегодня. Теперь посмотрите. Опять. Вот это состояние, которое я буду говорить, это было время, годами, это было состояние, как бы это нашей церкви. Псалом 43, 16. Всякий день посправление мое предо мною. И стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего. Знаете, было время, когда было очень трудно посрамление от посрамления. Вы знаете, меня арестовали в этой стране за веру. На меня нападали, напали. На нашу церковь, все знают. Я включал телевидение по одному каналу обо мне, по другому о жене моей супруге говорили. Я решил никогда не включать просто это телевидение, этот телевизор. Каждое время посрамления. Ты думаешь, столько фильмов сняли против Тебя. Я думаю, Господи, как я могу оставаться? Если Бог не был со мной, я бы не смог оставаться. Но здесь написано, что мы не отступили назад, и сердце наше, и стопы не уклонились. Конечно же, у нас стало меньше. Очень многие люди приходили ко мне, люди говорили, ведь о нас такие вещи говорят, даже в Жеке о нас говорят. Мы не отступили, мы завет свой сохранили с Богом и нарушили завета. Это трудное время. И приходили люди, говорят, о нас, о, от нас говорят, а что произошло? Что-то прохое, говорят. Говорят, многие люди, не знаю почему, они считают себя элитными, элитарными людьми. Если что-либо о них будут говорить, то они считают, что они выпили из этой элиты. Они элитам электорат. В Армении, знаете как? Есть элитарные здания, элитарные окна и элитарные люди. Я не желаю быть как окно. Я скажу заранее, я не элита. Я это говорю, объявляю, это понимаю. Я не элита, я человек. Я, говорят, о, чтобы, а всю жизнь они держатся, чтобы о них что-либо такого не сказали, другого не сказали. Послушай, нет элитарных. О, элита, элита, потому что я элитный. Чтобы обо мне что-либо не сказали. Как говорится, человек был бы человеком. Самое главное, был бы человек человеком. Человек есть человек, хороший человек, сильный человек. Один человек уборщик, другой начальник. На самом деле, чтобы они были людьми. Они гонятся за тем, чтобы обо мне хорошо говорили. Одеваются во что-либо другое. Они вилкой, ножкой, ножом и вилкой едят, а не элита. Оставь это все и будь человеком. Какая разница? Один человек через нож и вилку кладет свое мясо или другой, ест яичницу руками. О, какой он нехороший. Ты скажешь, он нормальный человек. Из-за этого человека у нас здесь молоко сегодня, которое именно так трудится и так едит. Я понимаю это, говорю. Знаете, кто элита? Я не буду говорить, имена давать не буду. У кого есть власть над правительством, и меня это все. Они называются элитой. У меня нету этих рычагов. У меня нету этого. Я не элита. Люди говорят, одна женщина подошла и говорила здесь. Она говорила, мы очень, вы знаете, мы очень просвещенные люди. Вы знаете, можете вы служить для элиты? Да, в аду, возможно, будет служение для элиты. Я не говорю, что эти люди идут в ад. Дай Бог, чтобы они спаслись. Но Бог хочет спасти всех. Но я не знаю, почему мы входим во все это. Ты видишь интеллигенцию, элиту, аристократию. Они все один и тот же человек. Это невозможно. Итак, многие оставили и ушли. Вы знаете, но здесь многие, которые остались здесь и сказали, «Господи, я буду стоять, я буду славить Тебя, я буду идти по Твоим путям, и мне все равно, что они говорят, я Тебя знаю, и я не забыл имя Господа Бога Твоего». В это время именно ты не забыл. В моей жизни знаете, что произошло, что уходило? Написано, поносили меня каждый день. Представьте, я сижу в кафе, выпить кофе, молодая девушка нападает на меня и пощечины мне давать, оплюхи. Люди думают и думают, я, видимо, обесчистил эту женщину. Вы знаете, почему она это все говорила? Она говорила, из-за Бога меня поносили, хватит проповедовать. Когда идти уж по улице, за тобой нас смехаются и кричат. Это говорят поношение. Вы знаете, я что говорил? Господи, я свою дорогу, я свернулся от своего пути и идел по Твоему пути. Я могу сегодня стоять и говорить, Господи, я святой, я своего дела отделил. Во время поношения я не оставил Тебя, в трудное время не оставил. Я служил Тебя, прошу Тебя, вот по этой причине благослови меня. Аллилуйя. Вы знаете, в чем вопрос? 90% этой церкви может эту молитву делать. Молиться этой молитвой, и Господь благословит Тебя. И благословит Тебя, Господь. Просто сидишь в своей машине и скажешь, вспомни, Господи, такие вещи мне говорили против меня, но я не отошел от Тебя, я сделал это другое. Прошу Тебя, благослови меня. И Господь благословит Тебя. Псалом. 77, 6. Написано. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям. Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его. Вы знаете, о чем говорится? О грядущем роде поколения. Оно не должно забывать Бога. Послушайте, кто готовится иметь детей, внуков. Вы знаете, какое ваше дело? Чтобы вы рассказывали вашим детям и внукам то, что Бог сделал в вашей жизни. Я собираюсь это сделать. Что сделал Бог? Через какие трудности мы прошли, плохие, хорошие вещи прошли, но не забыли Бога, не оставили Бога. Бабушка была в нашей церкви, она сейчас на небесах. Она была старенькая. Она помнила еще геноцид в Османской империи. То есть она была очень молодой в это время. И она рассказывала мне и говорила, моя мама говорила мне, доченьки, если нападут на нас, одну вещь, не забывай Бога своего, не поменяй Бога своего. Иисус, слово Иисус, чтобы было, умирай со словами Иисус на устах. Я знаю, их родители просто не учили, что говори Иисусу, будешь богато, благословен. Они говорили, когда будет у тебя встреча со смертью, скажи, чтобы имя твоего Бога не забывало. И поэтому эта сторона будет благословена, потому что были люди, которые благословили эту сторону своей смертью. Слава Иисусу! Группа прославления, пожалуйста, поднимитесь. Последнее, что я хочу вам сказать. Скажи победоносцу победную песню, гимн победный. Вы знаете, что такое гимн победы? Победную песню. Потому что в твоих устах должна быть гимн победы. Кроме того, что ты должен сказать, ты должен иметь эту песню. Знаешь, ты должен знать песни. Мирские песни. В мире, вы знаете, очень полно, очень много песен, которые написали неудачники в миру. Полюбил девушку, у меня ее украли. Я полюбил, никто не украл. Я женится на своей любимой девушке. Песни разные, мирские. Как в мою дверь постучались несчастья и так далее, и так далее. Такие песни. Вы знаете, мы не призваны быть победоносными и петь победоносные песни. Один раз я думал о наших песнях, как они будут переводить эти наши песни. Я говорил, какие это песни? То есть я такая песня была. И увидел свою любимую, она спала, спала, она была потная и так далее, и так далее. Что-то такая песня. Вы знаете, это армянский лексикон. Песня такая была, присказка такая. Говорится об уборщицах. В общем, это фольклор армянский, песни фольклорные, которые не очень-то легко перевести. Но есть песни, которые именно песни победы. Есть время, когда что-либо победоносное нужно, ты будешь петь и сказать, свершилось. Господь победил, Иисус победил. И сатана повержен. Стой дома и пой. Когда приходишь, что-либо, и стой и пой. Трудности, во время трудностей, и пой. О, зло побеждено. Иисус побеждает. Вы знаете, это победоносные песни. Здесь написано, что Моисей написал для Исраиля победоносные, победные песни, новые песни. Когда мы пришли к Богу, мы наполнились новыми песнями, победными песнями. Это песня, это молитва. Очень жаль, что ты не поешь во время прославления. Ты не пропускаешь возможности. Верь и пой, свершится. Потому что песня, это победа, это молитва. Итак, второе законе 31, 21. Последнее место читаю, потом, чтобы не сказали, не читал. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Не только из уст твоих, но и из уст твоего поколения, потомства. Как только у тебя будет ребенок, включать прославление, пускай спит под этим прославлением. Я знаю мысли, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал моей семье песню в тот день, и научил ей сынов израилевых. Победные песни, победоносные песни, песни победы. Написано, чтобы поколение это не забывало, потому что песня, знаете, как рождается из наших ситуаций, но заканчивается победой. Победой. Слава Иисусу. Дух Господний здесь. Сила Духа Святого здесь. И прославление. Вы знаете, в нашей церкви, в этом году, через этот год, у меня были встречи с Богом, и меняется в нашей церкви. Очень многое должно измениться. Бог сказал, Господь дал нам схему, как это все будет. И вы знаете, очень скоро, после конференции, у нас будет, у нас отличная конференция, Джозе и Лиза Бубева, Рубик Туманя будет, я буду, у нас будет великолепная конференция здесь. То есть, в пятницу утром начнем, в воскресенье вечером закончится конференция. Постарайся, чтобы ты был свободен в это время, потому что очень сильные вещи будут происходить в это время здесь. И после этого, то есть, в июле, возможно, очень многое изменится. Уже не будет вот так, три песни про славление, пели, потом пожертвования, потом проповедник, все это изменится. Про славление будет, как поклонение. Около 45 минут мы будем поклоняться Богу. Возможно, 50 минут. Никто не может, не будет мешать этому. Мы очень много, берем модели какие-либо, идем через эти модели. Потом приходит Господь и говорит с нами. 45-50 минут, после, конечно, будет пожертвование, потом проповедник выйдет, будет проповедоваться. Но мы, каждое время, когда будем приходить сюда, будем в поклонение, будет, придет побазание поклонения, на самом деле, песня, молитва. В песне есть молитва. Я не говорю не только одно, также и говорю молитвы 24 часа. Мы будем призывать новообращенных сюда, не сюда к сцене, а в отдельную комнату, там будет молитва, молитвенная комната, о них будут молиться, особенно для каждого, будут говорить с ними, чтобы они сказали, добрый день, здравствуйте, добро позвольствовать в церковь. Вы знаете, библейская школа тоже изменится. Уже не будет каждый день три часа. И через библейской школе Господь меня научил, как это нужно будет. Каждые сорок дней будет два дня. С утра до вечера будем питаться, пить, копию учиться и так далее. Час, полчаса, каждый час будет новый учитель. Мы будем учения о истине, каждый день, то есть, мы будем по каждому предать ту один часть. и вам дадут все это отпечатано и ты будешь читать дома легко. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая библейская школа. Будет меняться также служение, лидерское служение. Каждый вторник у нас служение лидерское. Это будет служение учения. То есть, лидеры, у нас будет много залов, 40, каждые 40 дней я у них буду встречаться со своими региональными пасторами и говорить. И будет разные тени, темы. я это сказал, 60% всего лишь того, что изменится у нас. То есть, вы знаете, все изменения приведут силу Божию здесь. Мы будем сильными, молящимися поклонниками, прославляющими верующими и никогда не будем забывать, не забудем имя Господа. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. И потом здесь начнется и по всему миру это будет просякать. Вы знаете, из Армении у нас нету морей, но будем наполнять моря. С наших гор исходят воды и мы наполняем мир. Давайте встанем все. Давайте будем песни, потом будем молиться за вас. Дождись до конца. Аллилуйя. Дождь. Дождь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok